Закрытую свалку возле села Красный Яр вскоре приведут в порядок. Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Экология». Ранее в Министерстве природы провели инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда. Первый объект, который мы включили в федеральный проект «Чистая страна», это объект накопленного экологического вреда, отработанный полигон твердых коммунальных отходов близ села Красный Яр. По первичной инвентаризации общий объем накопленных коммунальных отходов составляет более 2 миллионов тонн. Торги по рекультивации уже проведены. По их результатам был заключен госконтракт с предприятием «Спецгеоэкология». Оно уже приступило к разработке проектной документации на ликвидацию объекта накопленного экологического ущерба закрытого полигона твердых бытовых отходов около села Красный Яр Чердоклинского района. Планируется, что в 2021 году проект рекультивации объекта будет готов, а в 2022 году начнутся сами работы по ликвидации свалки. Это достаточно типичный полигон для Российской Федерации. Здесь такая же проблема, которую мы встречаем в других полигонах. То есть на отведенный земельный участок отходов загружено больше, нежели он может уместить. Из-за этого воды, стекающие с этой горы, опасны. Кроме того, выделяется газ, образующийся при гниении, который воспламеняется и представляет собой угрозу более осязаемую. Метод борьбы прост. Гору накроют специальным колпаком, поверх высадят траву. Отведение газа и воды тоже будет организовано. На словах это звучит просто, но по объему, только по предварительным расчетам, на рекультивацию понадобится около 600 миллионов. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.